Друзья, приветствую всех! Сегодня мы поговорим об инвестициях, расскажу как на этом заработать до хрена денег, расскажу о своем инвестиционном опыте, сколько мне удалось заработать на инвестициях, расскажу как начать инвестировать новичкам, расскажу о своем инвестиционном подходе, в общем досмотрите это видео до конца, будет очень-очень интересно. Итак, смотрите, сколько я уже занимаюсь инвестициями? Занимаюсь инвестициями можно сказать с 2017 года, тогда я впервые начал инвестировать в крипту, но за точку отсчета я беру все-таки август 2019 года, потому что там были мои самые крупные инвестиции, я начал покупать золото, драгоценные металлы, золото, серебро и начал покупать биткоин в августе 2019 года. И вот за все это время, грубо говоря за 2 года, да, грубо говоря за 2 года мне удалось заработать 534 тысячи долларов, это чисто на инвестициях, это зафиксированный и не зафиксированный результат, сейчас будем все разбирать. Итак, смотрите, сколько денег я зафиксировал в криптовалюте? В криптовалюте я немного зафиксировал, 40 тысяч долларов, 40 тысяч долларов я уже зафиксировал в крипте. Сколько денег я зафиксировал в IPO? 44 тысячи долларов. Вот мой личный кабинет с брокера Freedom Finance, вложил я 217 тысяч долларов, 44 тысячи я зафиксировал и 30 тысяч я не зафиксировал. И сколько я заработал на акциях? Около 76 тысяч долларов. Вы можете посмотреть мои позиции в открытом канале, первая ссылка в описании. Самые крупные позиции я выкладывал, позиции по 1000, по 2 я не всегда выкладывал. Итак, вот видите, я зафиксировал 18 тысяч на лайткоине, я зафиксировал доги коин, я зафиксировал лайткоин и эфириум классик. Это по крипте, так. Вот, на акциях SDT заработал 4280. Дальше, дальше, дальше. Вот, на акциях NIO и Palantir почти 8 тысяч долларов, вот вы видите 7900. Palantir я, видите, покупал на брокере Freedom Finance, NIO на Interactive Brokers. Короче, ребята, все эти позиции есть, вот еще самые крупные позиции. На акциях Ebon я заработал 25 тысяч долларов, это прям мой самый крупный заработок. И вот еще на акциях Zoom я заработал 22 тысячи 800 долларов. Вот еще на акциях NAC и SNDL 7300. Короче, в итоге я зафиксировал именно на акциях около 76 тысяч долларов. Получается зафиксированный результат, вот 160 тысяч долларов я зафиксировал. И не зафиксированный результат 375 тысяч долларов. Здесь я веду учет на Android, да, потому что очень крутое приложение, называется InvestFolio. Вот это вот скрин, вы видите, это скрин с InvestFolio, на iPhone нету этого приложения. Итак, здесь у меня 345 тысяч и 30 тысяч я еще не зафиксировал на IPO. Итого 375 тысяч, это мой не зафиксированный результат. Итак, здесь у нас акции крупных компаний, фонды, драгоценные металлы, криптовалюта. Валюта и IPO сюда не входит, вот. 345 тысяч долларов, доходность 58%. Шикарная доходность за 2 года. Короче, я заработал, ребята, 534 тысячи. Долларов за 2 года. Сколько денег я вложил? Вот если отнять 940 минус 345, там получается почти 600 тысяч долларов. Около 150 тысяч долларов я вложил в акции. И 217 тысяч долларов, вы видели, я вложил в IPO. Короче, грубо говоря, я вложил миллион долларов. Вот я вложил миллион долларов и заработал 534 тысячи долларов. Вот такая вот вам доходность за 2 года. Я вам говорил, что я жалею, что я не начал в 2018 году. Хотя бы на год раньше. Если бы я начал в 2018 году, я бы заработал, не знаю, точно миллион долларов. Год, да, и уже такая разница. Потому что в 2018 году, ну, были очень шикарные возможности. Вот так вот, ребята. Я просто взял и вложил деньги. Вот у меня эти были деньги, да. И если бы я никуда их не вкладывал, если бы я просто тратил, у меня бы сейчас не было плюс 500 тысяч долларов. Плюс 500 тысяч я ни хрена не делал. Я не трейдер, по сути. Я не торговал. Я вложил и заработал. Это лучше трейдинга, ребята. Запомните, это лучше трейдинга. Вы знаете, да, что я позиционирую себя как инвестор. Инвестиции вам для того, чтобы улучшить вашу жизнь. Чтобы, я не знаю, упростить вашу жизнь. Инвестиции не должны усложнять вашу жизнь. Вот моя философия. Вы не должны смотреть в приложение, труситься, проверять его там каждый час. Что там с моими акциями, что там с моими деньгами. Нет. Это должно быть легко. В удовольствие. Это не должно вас вгонять в какую-то депрессуху. Это не должно вам портить нервы. Это не должно вам портить жизнь. Вы должны всем этим наслаждаться, кайфовать и пользоваться этими деньгами. Вы должны сделать так, чтобы деньги работали на вас, а не вы на деньги. Вот когда вы проверяете, переживаете, когда вы трейдите, ну, вы работаете на деньги. Вы очень много уделяете этому времени, да. И взамен получаете плохое настроение. Вы нервничаете. Нету каких-то результатов, да. Вы сидите, блин, сутками за этим компом. И ни хрена у вас не получается. Вот у меня совсем другая философия. Инвестиции – это должно быть легко. Это для того, чтобы улучшить вашу жизнь. А вот трейдинг, сам трейдинг, он мне не зашел. Вот он очень много отнимает у тебя времени. Ну, плюс у меня нету времени. Я не хочу тратить время на заработок денег, да. Я хочу нести какую-то пользу и при этом зарабатывать деньги. Вот моя философия. А трейдинг, ну, это чисто заработок. Ты сидишь и тратишь время на заработок денег. Деньги ради денег. В этом вообще нет никакого смысла. Я хочу нести какую-то пользу. Я хочу доносить какую-то философию. Вот. Менять мир, а вот сидеть чисто, залипать. Вот. И поэтому я вот несу такую инвестиционную философию. Вот, например, на брокере Freedom Finance. Смотрите. Восстановился портфель, да, уже 450 тысяч долларов. И я это доношу вот ребятам вот в закрытом канале. Что у меня в закрытом канале? Там мои действия, там моя философия. Это не кнопка, бабло, там нет каких-то штампованных сигналов. Я инвестирую, я пишу ребятам, куда я инвестирую. Я записываю голосовое сообщение. И вот. Чему я веду? Видите, портфель восстановился. А два месяца назад был просто ужас. У меня было на счету 360 тысяч долларов. Сейчас 450. Видите, сейчас 450. Вот вы видите IP-охи, да. Не такой уже шикарный процент, как раньше. Но все равно 100, 90, 60, 60. Это все равно шикарно. Раньше было там плюс 200, плюс 300. Это, понятное дело, ну вообще был космос. И вот. Человек начинает паниковать. У него просадка, все красное. Он пишет, Тарас, что делать? Нет, я буду продавать. Короче, нужно продавать. Нужно фиксировать убыток. Я говорю, я ничего не делаю. Смотри на меня. Ты видишь, чтобы я что-то делал? А я вот ничего не делал. Как раз в тот момент. Я говорю, ребята, я записываю голосовой. Объясняю ситуацию. Ребята, не паникуйте. Вы сейчас зафиксируете убыток. Кстати, я не зафиксировал ни одной убыточной сделки. Пока не зафиксировал ни одной. За два года ни одной убыточной сделки не зафиксировал. И вот говорю человеку, не паникуй. Подожди, записываю голосовое. Доношу свою философию. Проходит месяц, все. У человека плюс, огромный плюс. Вот смотрите. Все сейчас опять отросло, все в плюсе. И человек пишет, спасибо огромное, Тарас. Так бы я наделал делов, так бы я продал и зафиксировал убыток. Вот. Мой закрытый канал. Просто, не знаю. Окружение. Просто окружение. Я уже говорил, что люди заходят, например, в мой закрытый канал. Чисто, чтобы быть там на связи с нами, с нашей командой. Некоторые ребята вообще заходили в закрытый канал, чтобы со мной общаться. Зашли не для того, чтобы там инвестировать. Чисто зашли, чтобы задать мне вопросы. И вопросы о личной жизни, вообще, которые не касаются денег. Вот у человека там проблемы в семье, проблемы с женой. Там просто записывает голосовое. Записал там 5 голосовых по 10 минут. Я это все слушаю. Слушаю всю историю. Рассказал историю всей жизни. И спрашивает у меня совет. И вот я тоже ему сижу, записываю голосовое и отвечаю. Вот. То есть для многих людей, например, мой закрытый канал это менторство. Там нет какой-то суперинфы. Вся суперинфа вот в интернете. Вся инфа в открытом доступе сейчас. Вы можете обо всем узнать. Там мой опыт. Вот ценность таких каналов, я уже говорил, это опыт. Вот ты инвестируешь, ты рискуешь своими деньгами и делишься опытом. Вот, в принципе, вся ценность. Теперь по поводу моей инвестиционной философии. Почему я считаю, что инвестировать должен каждый. Вернее, не инвестировать. Создавать свой капитал. Если вы хотите, ну, чего-то добиться. Если вы хотите большего от жизни. Каждый должен создавать капитал. Тот же неприкасаемый запас. Каждый должен иметь неприкасаемый запас. Это просто, ну, обязательно. Для вообще всех людей, блин, в мире. Когда я учился водить лодку, яхту, я сдавал на права. И вот инструктор делал мне обзор на яхте. Там был неприкасаемый запас. На яхте. И это норма. Он говорит, как это без неприкасаемого запаса? Бензин и питьевая вода. На яхте есть неприкасаемый запас. И я спрашиваю у него, а у вас есть неприкасаемый запас? Он такой, в смысле? У него нет неприкасаемого запаса. Я говорю, в деньгах. Вот у вас есть деньги там на непредвиденные обстоятельства? Нет. На яхте это понятно. На яхте это норма. А вот в реальной жизни ни хрена это не норма. Люди этого не понимают. Люди, наоборот, берут кредиты. Какой там неприкасаемый запас? Нахрена? Нужно же кредиты понабирать. И вот, многие, конечно же, новички боятся инвестировать, боятся доверять деньги брокерам. Вот у меня на брокере Freedom Finance, вы видели, 450 тысяч долларов. Вот у меня люди спрашивают, Тарас, насколько ты доверяешь брокеру? Вот насколько я доверяю брокеру? Ну вот, доверяю на 450 тысяч долларов. Надежен ли этот брокер? Ну, ребята, надежен ли там интерактив брокер? Надежен ли Тинькофф? Надежен ли там Freedom Finance? Ребята, либо инвестируете, либо нет. Надежен, ненадежен. Ну вот, я вложил туда свои деньги, да, я рискую своими деньгами. Но нет у нас альтернатив. По-другому в акции вы не сможете инвестировать. Только через брокеров, только через посредников. Самый популярный брокер, да, это Interactive Broker. Самый известный мировой брокер. Вот у меня там деньги. Для постсоветского пространства, вот, Freedom Finance. Только через Freedom можно полноценно участвовать в IPO. Полноценно, только через Freedom. Ну все, других альтернатив нет. Тинькофф, да, тоже хороший брокер. Но о нем тоже там много негативных отзывов. Вообще, о любом брокере, зайдите в интернет, почитайте. О любом брокере очень много негативных отзывов. То есть, если почитать по каждому брокеру отзывы, то вообще, тогда забудьте про инвестиции. Почитайте, там столько негатива. Не выводят, блокируют, еще там что-то. Почитайте, по каждому брокеру есть такие вот отзывы. Так что, ну, здесь либо вы соглашаетесь на это, либо нет. Итак, почему я считаю, что каждый должен инвестировать, создавать свой капитал? Я вот делал пост в Инсте. Кто не подписан на мою инсту, ребята, подписывайтесь. Я там пишу интересные, полезные посты. Смотрите, если бы вы каждый месяц, начиная с 2010 года, да, инвестировали в рынок технологий США по 100 долларов, каждый месяц по 100 долларов, то на сегодня у вас было бы примерно 70 тысяч долларов. Это с учетом инфляции. С 2010 года. Но я здесь пишу, да, что, конечно же, в 2010 году у нас такой возможности не было. Не было у наших граждан возможности инвестировать в американские акции. Не было. Но такая возможность, вот я пишу, есть у нас сейчас. А вот если бы вы инвестировали не по 100 долларов, да, в месяц, а по 700 долларов, ну, есть люди, да, которые много зарабатывают, например, по 3000 долларов, да, для них это вполне реально инвестировать, да, но у них сейчас нет этих денег. Они не сохранили деньги. Вот если бы они инвестировали по 700 долларов, если бы их инвестиции выросли до 8 тысяч баксов в год, то на сегодняшний день у них было бы полмиллиона долларов. Просто. Ты просто берешь каждый месяц и инвестируешь. Ты не занимаешься трейдингом, ты не следишь там, куда пошла цена, тебе вообще пофиг. Ты каждый месяц просто берешь, инвестируешь в фонд, берешь, инвестируешь в фонд. Все, вот и все инвестиции. И у человека было бы полмиллиона долларов, а так у него сейчас нет этих денег. достаточно вот просто я пишу 15 минут в месяц просто заходишь приложение покупаешь и все вот и все вот и все инвестиции моя философия смотрите приходят вам деньги вы должны каждый месяц каждый месяц откладывать деньги вернее вы должны каждый месяц ну у кого как получается создавать свой капитал каждый месяц это должны делать все вот например у вас получилось там отложить 200 долларов каждый месяц у вас получается откладывать 200 долларов вместо того чтобы их там откладывать в копилку вы инвестируете считайте что вы не инвестируйте откладывайте деньги только вы откладываете например в американский рынок и вот у вас 200 долларов и вы распределяете там 40 долларов серебро 50 долларов bitcoin 50 долларов в неприкасаемый запас остальные деньги в акции вот и все и так делайте на протяжении всей жизни делайте так каждый месяц вот в принципе вся философия это очень очень просто без говорил баффету но если твоя инвестиционная стратегия такая простая какого хрена никто так не делать мы почему тогда люди так не делают и не богатеют и баффет сказал никто не хочет богатеть медленно да ты медленно богатеешь но ты всегда идешь вверх ты всегда растешь ты всегда растешь твой капитал всегда растет ты никогда не идешь вниз вот и все и я всегда расту каждый месяц я инвестирую каждый божий месяц инвестирую все все мега просто и нужно смотреть по ситуации да какая у вас ситуация в жизни да если у вас например какие-то там тяжелые времена да есть смысл больше например откладывать в неприкасаемый запас если сейчас вот хорошее время для покупки к примеру криптовалюты отложите больше денег в крипту вот и все и вот вы делаете это каждый месяц криптовалюта доллары евро фунты вернее неприкасаемый запас наличка криптовалюта наличка акции драгоценные металлы все вот 4 актива и 5 у меня это недвижимость ну недвижимость это у кого большие деньги да нужно распределять деньги в недвижимость все и потом понятное дело что делать с этими деньгами наслаждаться зачем нам эти все деньги зачем создавать капиталы не пользоваться этим капиталом потом вы наслаждаетесь потом у вас не будет проблемы откуда взять деньги на путешествие вы потом заходите в приложение так хочу на мальдивы сколько стоит путевка 7000 долларов так взяли себе скинули 7000 долларов да с прибыли все скинули улетели себе на мальдивы отдохнули так хочу купить там я не знаю что новый телефон так сколько он стоит полторы тысячи долларов взяли себе перевели все вы потом кайфуете вы потом наслаждаетесь этими деньгами вот и все они вас растут увеличивается увеличивается вы докидываете они увеличиваются увеличивается из прибыли вы наслаждаетесь жизнью вот такая простая стратегия так что ребята начинаете создавать свой капитал все должны создавать свой капитал это просто обязательно если у вас сейчас ничего нет начинайте создавать как я уже говорил берите кошелек достаньте там один доллар все это начало это начало все вы никогда этот доллар в своей жизни не потратить никогда вы будете только докидывать 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 наращивать наращивать свой капитал а с процентов жить наслаждаться жизнью долгосрочные вложения должны быть у всех если вы хотите заниматься трейдингом занимайтесь смотрите какое мое отношение к трейдингу я бы использовал трейдинг ну для обучения до чтобы расширить я не знаю свой кругозор до чтобы изучить что-то новое вот у вас всегда должны быть долгосрочные вложения и какие-то деньги если вы хотите заниматься трейдингом вы должны выделить какую-то часть чисто на трейдинг и все и занимайтесь этим трейдингом но капитал вы создаете вот я знаю много крутых ребят но уже таких дядек они прям серьезные ребята инвестируют в недвижимость у них есть капитал им капают проценты и вот они выделили там каких-то там 10-20 тысяч долларов чисто для трейдинга вот им просто интересно чисто в хайф они записываются даже на какие-то курсы обучаются объединяются в какие-то там сообщества просто чисто по фану это все делают да но у них есть долгосрочные вложения и это им приносит деньги также у вас должно быть хотите пожалуйста если вот вам интересно пожалуйста но вы не должны все ставить на кон вы не должны брать кредиты продавать квартиру блин да и заниматься трейдингами думать что вы сейчас сделаете миллионы вы видели форбсе трейдеров почему форбсе ни хрена нету трейдеров топ-10 возьмите мирового форбса там есть трейдеры нет там инвесторы там владельцы бизнеса я уже это говорил кто там там владельцы бизнеса там безус маск баффет у них есть свои компании вот они владеют компаниями и инвестируют вот это самая лучшая стратегия и ты всегда будешь богатым человеком так что относитесь к инвестициям как капиталу это ваш капитал которым вы владеете не нужно проверять там эти цены каждый день не нужно поймите вот вы инвестируете в американский индекс неважно какой то индекс вот возьмем там snp 500 вот вы инвестируете в американский рынок все вы инвестируете на всю жизнь все на всю жизнь или выберите какие-то отдельные компании и инвестируйте в эти компании и не нужно проверять цены вы инвестируете в бизнес вы покупаете маленькую часть бизнеса все относитесь к этому не знаю я уже говорил как к покупке недвижимости вот я купил недвижимость я проверяю каждый день цены сколько стоит то моя квартира какой рынок сейчас я вообще за рынком недвижимости вообще ребята не слежу мне похрен какая сейчас цена потому что я купил квартиру я хочу владеть этой квартирой все я не буду ее продавать не буду я получаю процент из этой квартиры все я владею имуществом и она приносит мне деньги все также и как я владею акциями крупных компаний вот у меня есть компании вот ребята из закрытого канала знают все я хочу ими владеть я не буду их продавать я просто хочу владеть бизнесом получать прибыль и наслаждаться вот этой прибылью тратить уже прибыль но я хочу владеть этими компаниями я хочу владеть биткоином я не буду продавать крипту bitcoin вернее остальная крипто можно сказать для спекуляций чтобы заработать и вложить bitcoin чтобы заработать и вложить bitcoin а биткоином я хочу владеть я не буду его продавать я хочу владеть биткоином я хочу владеть недвижимостью я хочу владеть бизнесом американским бизнесом все я хочу владеть золотом золото я вообще не буду трогать вообще не буду его трогать все это мой защитный актив не буду его трогать вот и все и мне пофиг куда пойдет цена сколько оно стоит вообще по барабан вообще по барабану потому что я планирую владеть им всю жизнь я планирую покупать и т.ф. qq 10 лет вот я планирую его покупать 10 лет на инвестиционном канале я это показываю как я каждый месяц инвестирую в американский рынок в технологический сектор каждый месяц я это показываю и буду показывать на протяжении 10 лет кто не подписан подписывайтесь на инвестиционный канал ссылку я оставлю в описании вот и все и как говорил ворон баффет если вы планируете как он говорил всю жизнь питаться гамбургерами какая вам нужна цена на мясо вам не нужна дорогая цена на мясо потому что вы планируете всю жизнь покупать эти гамбургеры также здесь вам вообще по барабану куда пойдет цена вообще должно быть по барабану вы владеете бизнесом вы инвестируете вот в американскую экономику все понятное дело там есть везде риски и вот из-за этого по моей концепции по моей философии у нас широкая диверсификация широко это золото это криптовалюта это акции это валюта вот широкая диверсификация у нас есть защитные активы вот золото вот биткоин везде есть риски в золоте и биткоине риски есть полностью везде если так на это смотреть со стороны одних рисков ну тогда вообще уже говорил не нужно заниматься инвестициями если вы настолько вот переживаете но а других альтернатив нет как еще можно создать капитал недвижимость тоже она может сгореть там я не знаю земля может там провалиться дом может рухнуть метеорит может упасть я не знаю приду там отберут у тебя отсудят везде есть риски ребята вы либо это делаете либо нет по сути я уже объяснял добиться каких-то крутых результатов но очень просто для этого не нужны какие-то супер знания нужно просто делать все нужно делать вы либо делайте либо не делайте вот и все как иметь красивое стройное тело да все просто каждый день бегай каждый день там ходи в спортзал делай это просто регулярно как создать капитал да все просто начинай там откладывать каждый день каждую неделю каждый месяц просто это делай всю жизнь вот и все и будет у тебя капитал нет ничего сложного не нужны какие-то знания для этого нужно это просто делать 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 вот и все вот вот и весь мой успех в этом я просто это делаю 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 как бы время идет время идет а у меня уже за плечами огромный опыт у меня уже есть результаты и сейчас я сижу и могу вам вот показать рассказать показать свои счета сколько у меня сделок сколько у меня денег куда инвестирую все я вам могу уже это показать два года до по сути как бы не мог показать как инвестирую в акции потому что я нихрена не инвестировал тогда еще в акции открытие могу рассказать потому что есть опыт 17 года я инвестировал в крипту 17 года и большинство монеты до сих пор не подал не продал они у меня есть видите купил и держу все они у меня до сих пор есть короче что я вам скажу напоследок если вы хотите чего-то добиться если вы хотите там разбогатеть начинаете действовать все не ищите каких-то крутых стратегий каких-то крутых знаний все их нет они есть вот в интернете берите учитесь они есть нужно просто делать это все не ищите какой-то халявы нет никакой блин халявы вот я что-то куплю и блин разбогатею не бывает такого не бывает потихонечку потихонечку ты сам создаешь себя все не ведитесь на всякого рода блин манипуляции нет там ничего сверхъестественного нет никакой кнопки бабло ты должен сам всего достичь сам и мой закрытый канал я уже повторял это не кнопка бабло это мой опыт это мои действия это менторство вот менторство можно сказать миллионера я делюсь с вами своим опытом но чтобы заработать деньги вы сами все должны делать я вот говорю я там инвестирую в bitcoin а вы уже сами думаете инвестировать вам или нет вы должны себя сделать богатым только вы никто вас богатым не сделать никто никто вас за ручку не приведет к миллион никто мой закрытый канал это окружение вот мы все двигаемся до в одном направлении все это не какие-то там супер сверхсекретные знания вот я что-то узнаю все и завтра разбогатею нет ты должен действовать мой youtube канал это тоже не какие-то секретные знания это мой опыт я делюсь просто с вами своим опытом своей жизнью все вы делаете выводы действуйте все короче ребята буду прощаться все ссылки на мои проекты в описании подписывайтесь ко мне в инсту там тоже много пользы и много мотивации подписывайтесь на остальные наши проекты кто еще не подписан канал по мотивации канал с новостями и конечно же канал по финансам всем желаю успеха больших денег крепкого здоровья любви начинаете создавать свой капитал начинаете действовать всем пока спасибо за субтитры создавал DimaTorzok